2 мая 2023 года 11 часов утра вот я сейчас начал разговаривать и куры испугались я сегодня утром заходил и видел как вот это вот маленькая курица такая несчастная общипанная вот у нее даже хохолком глаз один закрывается ну совсем маленькая такая снесла огромное яйцо я его еще не взвешивал но она гораздо больше чем те в два яйца которые сегодня ночью куры снесли по сравнению с другими курицами это совсем какая-то крохотная вот хотя она взрослая вот я взвешу яйцо и фотографию пришлю видно будет какой вес хохолки в основном свисают с головы ну вот есть такие куры вот сейчас стоит тут у которой хохолок шершень шершень залетел к лампе люминесцентной и гудит хохолок стоит у остальных кур свисает вот значит я сегодня сделал из 6 литровой фляги для воды сделал поилку вырезал спереди прорезь большую такую но в начале по высоте она была меньше а потом я увидел что курица когда вынимает голову она зацепляется своим хохолком за острую кромку и может поранить хохолок поэтому я до самого верха прорезал и курица свободно подходит поднимают голову выпивают воду ну может быть там зацепится хохолкой может быть нет но в общем вот так вот сделал сюда входит где-то ну литра полтора-два наверное воды входит вот уже часть воды выпили уже не могут перевернуть потому что я подвесил на веревке вот здесь есть крепление такое сюда привязывали ну корову наверное или теленка корову сюда вряд ли могли загнать здесь поросенок было может быть и корова стояла но корова наверное стояла в том большом отделении вот в общем я привязал к потолку шнур вот этот капроновый и бутылку уже не могут перевернуть то есть получалось как отходит курица лапой на край наступает давить своим весом вес у курицы килограмма два или даже больше и естественно что под весом это не привязанная поилка переворачивается и вся вода на полу значит в поилке я сделал только одну прорезь и поставил сюда к дверце и возможность попить только будет у двух кур одновременно а кормушку я сделал из 10 литровой фляги здесь прорези спереди и сзади по широкой стороне и туда входит ну где-то ну литра два с половиной наверное зерна пшеничного вот здесь на полу много зерна валяется которая не просыпали вчера и это самое они вот тут подклёвывать я им одуванчики сегодня давал нарвал одуванчиков пальцами порвал на небольшие кусочки чтобы легче было заглатывать чтобы они не щипали и вот я думаю что куры здесь уже не будут вот так тоже подвязано к верху крючку я там закрутил в доску крючок не будут уже эту переворачивать кормушку то есть зерну уже на пол сыпаться не будет вот такой вот экономный вариант я придумал сегодня утром и здесь у меня обогреватель подвешен на 250 ватт инфракрасный керамический обогреватель здесь ночной еще светильник есть 4 ватный который ночью им светит и он автоматически включается там как когда утром через окошко свет поступает тут светлеет вот так вот светлеет их он отключается на ночь он включается сам после того как я выключу лампу надо будет автоматику сделать для выключения лампы но и вместо люминесцентной лампы я тут хочу поставить две лампы светодиодные они экономнее вот такие вот ободранные куры те 5 штук которые мне дополнительно вынесли по моей просьбе они такие вот более оперенные более красивые а вот эти которые в ящике сидели мерзли они совсем страшные такие вот вот так курица маленькая вон она сидит она огромное яйцо снесла вон у нее сзади там двигается это самая задний проход и вот так вот так же она им двигала тогда когда на яйцо утром сносила я вот пойду сейчас домой взвешиваю на электронных весах в общем вот такие вот палки тут вместо крыльев вот но я думаю что постепенно они обрастут он кухни огромные такие надо будет кусачками по обрезать специальными кусачками ногти резками такими аккуратненько срезать потому что внутри там же живая часть проходит ну как и у котов чтобы до мяса как говорится не повредить вот залетел шерш летает тут возле лампы мешает в общем вот тут довольно просторно тут сидит сейчас 16 штук вот и я сейчас собираюсь поехать в пикуровку еще приобрести 20 кур место им тут хватит конечно тут запах уже появился они тут гадят здесь раньше дрова лежали я поскладывал тут березовая дрова были кора и так далее вот они тут на этом месте устроили значит как бы туалет такой но не тут ночью остаются им тут почему-то удобнее вот обогревателем на вот этом пальто они сегодня ночью не спали я тут им две доски такие поставил но вообще лучше конечно не доски закрепить к стенам такие палки надо будет в лес поехать осина нарезать с нее кур ободрать и осина она легкая и сделать из нее такие вот перекладинки чтобы они не на полу стояли на осиновые палки садились ну и редком сидели и подвесит над ними обогреватель это уже на осень на зиму потому что здесь зимой будет холодно а так вообще вчера вечером я зашел сарай на солнце нагрелся дерево напитала тепло и получалось так что достаточно тепло вечером было ну потому что на улице похолодало довольно быстро вот так вот курица маленькая стоит и задницей свои двигает и наверное там у нее еще одно яйцо но в общем кур эти как биороботы несчастные сидят там в клетках на этой птицефабрики их с цыпленка вырасти ли они доросли до состояния когда они могут нести яйца и все на одной лапке стоит тут одну лапку под себя поджала на вторую стоит вот сейчас еще солнце светит уже теплеет на улице вот а здесь прохладно из-за того что стены еще не нагрелись от солнца и куры тут это самое такое сонное у них состояние не знаю из-за чего вот если бы они на солнышке сейчас ходили и травку щипали жучков всяких ели конечно для них было бы это гораздо лучше в общем я выполнил задачу сэкономил деньги на кормушке и на поилке вот конечно надо будет сделать более такой вариант емкий вот эти вот 19-литровые емкости бутылки которые для кулеров используются вот их надо будет купить я нашел объявление на уэл иксе о 50 гривен в нежине вот ну да ниже надо ехать это далековато на велосипеде туда ехать это большое расстояние вот и по 50 гривен значит четыре штуки надо купить две верхние части две нижние части они такие уже использованы эти фляги некондиционные там где-то есть и отверстия какие-то протертости трещинки и так далее но для корма пойдет нормально там не важно протекать не протекает а та которая емкость для воды ее надо будет сделать подклеить там заклеить герметикам замазать вот и будет емкость 19 литра воды сразу заливается но учитывая то что тут будет не 16 кур 36 конечно им воды вот уже я тут налил два литра или сколько там им воды будет мало вот а так 19 литров поставил и нормально конечно тут 36 кур будет срать по-черному вот но это естественный процесс поэтому тут надо будет менять эту подстилку солому какую-то тут укладывать сена вот ну в общем это самое заканчиваю сейчас поеду пекуровку за следующей партии кур до свидания